Теперь я покажу вам, какую простую и очень вкусную вещь можно сделать из солёных валуёв. У меня случайно оказалась банка солёных валуёв 2020 года. Из неё я буду готовить. Для этого салата, кроме грибов, нам потребуется всего три ингредиента. Это картошка, репчатый лук, я взял сладкий красный лук, крымский, и нерафинированное подсолнечное масло с запахом, ну и чёрный молотый перец. Всё. И начну с картошки. Я буду варить её уже нарезанной. Таким образом она будет ровными кубиками, а не получится каша. Нарежу кубиками где-то по сантиметру. Отправляю картошку в кастрюлю с водой. Добавлю чуть-чуть соли. И варить. Нарезанная картошка будет вариться минус 15. Нам важно сварить её аль денте, то есть чуть-чуть недоваренную. Грибы промою, чтобы смыть лишнюю соль. И нарежу грибы кубиком тоже по одному сантиметру где-то. Очень вкусно, совсем не сильно солёное. Возьму вот такую мисочку и отправлю туда грибы. Теперь репчатый лук. Его я нарежу тонкими четверть кольцами. Можно, конечно, кубиком, но мне так больше нравится. Отправляем лук в салат. Так, проверяем картошку. Так, она готова. Сливаем. И теперь ещё горячую картошку туда же. Ещё немножко. Достаточно. Теперь заправляю салат ароматом подсолнечным маслом. Посыплю чёрным молотым перцем. Можно добавить зелень, но я не добавляю, потому что я считаю, что этот салат прекрасно сбалансирован. Ничего больше не нужно. Соль я добавлять не буду, потому что грибы достаточно солёные. Она нам не нужна. Для тех, кто соблюдает пост, это идеальное блюдо, потому что солёные валуи содержат практически те же белки, что и мясо. Сочетание ароматно-хрустящих грибов, масла с запахом семечек, горячей картошки и нежного сладкого крымского лука, это просто бомба. А в следующем грибном ролике я вам покажу рецепт очень интересного грибного супа, который варила ещё моя прабабушка. Моя бабушка варит моя мама. И, естественно, борю я. Будет интересно. Так что оставайтесь на канале. Разумеется, подписывайтесь, если вам это интересно. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!